всем привет в эфире бородатый мотоцикл и канал батя тестит ну что ж ребята музыка никуда не ушла все реакции на бусте уведомления о стримах на телеграме вот ссылочка пожалуйста перед вами заходите батя в теме батя вот честерный бро полную сборку всех реакций только выложил так что все бегом туда всем подарок бесплатный доступ ну а сегодня смотрим видео связанное с хомяками только самый ленивый блин не сделал какую-то реакцию обзор разбор этого новомодного явления которое сейчас появилось на просторах интернета в частности в безызвестный нам мессенджере телеграм ну и я естественно зацепился не буду брать какое-то оригинальное видео возьму видео про видео видео про видео ребята и так что же это такое обсудим с вами интересна эта тема или нет правда это или нет по крайней мере с моей точки зрения и так сегодня называется видос велсакомы его миллионы просмотров на рекламе крипты все и приступаем с вами к просмотру этого всего тема интересная новая так что в комментариях оставляйте что вы думаете по иен тому поводу но погнали поехали здорово геймеры с вами этот пи 47 и знаете вот иногда ты думаешь что человек не может опуститься еще ниже но в плане ради денег ради других материальных ценностей и каждый раз когда начинают напишите в коменте в какую игру он играет я люблю шамуральские такие игры так думать велсаком просто берет и подъезжает планку еще ниже хорошо вам скажу признаюсь честно буквально неделю назад да меньше наверное дней 5 назад я велсаком время от времени смотрю не знаю для чего он вообще бля все это делает чувак бля куплен на все сто процентов у него видео бля как и хвалят для продукцию так и засирает ее и это пиздец продажная вся просматривается полностью коммертизация кто его смотрит где эти миллионы бля я до сих пор понять не могу правды вы здесь не сыщите вообще никак и даже вот последний видос что от него сбежал сотрудник бля и хает его сейчас на своем канале или четыре года мне бля там то тут все то так плохо было у него бля там все такие злые и плохие и вот он мило сидит со своим сыном я увидел это я видел это видео досмотрел его до конца почти улыбнула немножко но вот вышла атака на ответ значит на этот видос и мы с вами его смотрим да я говорю видео велсакома который в отличие от всех остальных набрало 6 миллионов за 12 часов наверняка это просто видео на ощупь я тоже охренел когда смотрю думаю надо же вот они блять миллионники которые шарашат его популярность блин чтобы он не выкладывал даже по моему когда вытирается бумажкой были в туалете попу свою бля вот это ненасытное и значит ему сразу какие-то будут зрители и будут его хвалить но вся эта система не верьте кто начинает ютубе что-то делать что все зависит только от вашего контента классный вы или не классный интересного вас или нет сейчас все зависит только от бабок и вот вам наглядный пример вилсаком который является амбассадором м-видео всем известной сети и вот посмотрите какие телефоны там продаются сейчас а их там немного там порядка наверное шести наименований те он и рекламирует все остальные просто-напросто в жопе по большому счету а те которые не берутся на рекламирует еще больше популярную тему которая залетела в алгоритмах ютуба скажете вы но те кто вчера со мной вместе смотрели это видео на стриме прекрасно понимают что дело здесь совершенно не в том что она залетела в какие-то алгоритмы а вы смотрите буквально с прошлого вечера дело не в том что она залетела в какие-то алгоритмы дело совсем не в том блять чуваки которые вот этот голос специально делают для того чтобы заинтриговать зрителей и всем привет в эфире бородатый мотоцикл и канал батя тесте дело вовсе не в том что батя смотрит сейчас это видео а дело в том что мы сейчас будем обсуждать вилсаком у меня просто две вкладки в крови было открыто вилсаком вырос на 500 тысяч подписчиков на полно это конечно это блять просто жопа блять и ну вот как да вот как так бывает расскажите как так бывает расскажите почему так получается а как получить больше подписчиков о спросите вилсаком а он вам ответит или на вот и сорок седьмой половину миллиона у него пятьсот тысяч лайков и сто с лишним тысяч дизлайков но мы не будем на них смотреть это это неважно и да вы можете сказать что я просто завидую возможно пауза ребята у меня мяукает код я должен его выпустить иначе он не даст нам монина ёпан жду ну блин родной ну я только записывать и сразу мелко и так моня изгнан из студии сейчас мы наедине с вами продолжаем смотреть или слушать видео тут смотреть не надо тут надо слушать что говорит чувак на часть она так и есть но на самом деле подобные купленные просмотры не вызывают мне какой-то зависти но мы поговорим об этом несколько позже давайте сначала окунемся в то о чем это видео сюжет видео заключается в том что к вилсакому прибегает его сын рассказывает про новую крипто игру прах слушайте я тоже раскусил это сразу потому что он такой первоначально начале удивился такой о чё чувак давай садись нифига себе расскажи а потом он но прямо сейчас сами все увидите я думаю 47 это покажет обязательно то есть такая игра хреновая игра временного такого актера тюза какого-нибудь уездного театра хотя в уездных театрах прекрасные актеры бывает а этот блять все рубит и такой блин ну вот как так хомяка и типа такое смотри вот тут тапаешь по экрану у тебя хомяк развивается а вилсаком такой воу а смотри я уже давно в это играю у меня более прокачанный хомяк чем тебя ну садись сейчас будешь рассказывать что за хомяки я сегодня уже просто заколебался удалять эти комментарии в нашем телеграм-канале ребята что вы делаете бедные несчастные вот они зомби и так я заработал 535 тысяч вот они зомби 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 привет это зомби лэнд я значит уровне хрена ты на экране мальчик своему сыну говорит ни хрена ты в жизни мы можем делать чего угодно соло можем ругаться как хотим это не ненормативная лексика она имеет место быть но чтобы с сыном сидеть и он папе говорил нихуя себе но это ребята просто жизнь у меня гранд мастер ну это чуть-чуть потыкал а я дебошарю за комбо набора окей начал пытаться понять что это такое потому что кроме как у вилса кома я об этом нигде не слышал и вбив это в поиск на ю тубе я совершенно в дырочку я нахожусь в такой же в таком же такой же ситуации нигде я реально не слышал про это ничего я позже услышал уже и поговорил даже с сыном я вам расскажу его мнение со старшим со своим вот и мне тоже было интересно думаю классная какая-то игруха но не тут то было наружил огромное количество ну вы знаете этих крипто каналов с превьюшками на которых владельцы канала очень характерно открывают рот я бы мог пошутить на эту тему но я не буду потому что сегодня я очень вежливый и добрый но в любом случае это выглядит скорее как нищая секта где люди пытаются протолкнуть друг друга эти дурацкие реферальные ссылки чтобы заформируют нищая секта нищая секта а почему нищие ну у нас же такое россии у нас и сказки все были чтобы разбогатеть каким-то образом на пустом месте желание которое у нас там все эти имели для иванушки дурачки поэтому это абсолютно нормально ментальное желание любого россиянина да я думаю не только россиянина чё тут говорить те страны порой мы себя принижаем а на самом деле мы оказывается не самая пьющая нация блять ну шо это такое я думал что в самое помите еще больше воображаемых денег надеюсь что они когда-нибудь будут иметь реальную стоимость но то есть сколько ты людям не пытаешься объяснять что бесплатный сыр только мышеловки они все равно покупаются на каждую подобную тему потому что ну чел это же буквально бесплатные деньги просто за то что этапы по экрану и типа нет чел ты просто в рабстве очередной крипто схемой и смотришь видос велсакома потому что дают плюс 100 тысяч валюты в приложи вот и все вот и весь крем до копейки которые сразу косят вот это все напрочь если речь идет уже о тяжелый какой-то артиллерии а канал велсакома в 10 миллионов это тяжелая артиллерия реклама на нем сами понимаете чего стоит но то есть это не бесплатная какая-то игрушка а это намеренно выстроена какая-то финансовая схема но на чем она заточена и в чем секрет вот этого вас обуть и одеть на кукан на какой-то иначе это мы точно не знаем но кукан это точно есть и да велсаком максимально в этом видео скрывает что это какая-то реклама или что у него есть хоть какая-то связь с создателем приложения у него даже есть отдельная реклама яндекса в начале видео и как бы вы думаете ну велсаком бы не вставился но тут уже рофлить у него есть постоянная интеграция которую он применяет и типа он чтобы завуалировать типа на этих хомяков якобы вот яндекс вставил ну думаю на две рекламы верно но мало того что в описании мы видим эти прям несколько реферальных ссылок которые вилсу попросил оставить его сын но так еще и в самом приложении разработчики отправляют вам уведомление что посмотрев видос именно вилсакома вы получаете плюс 100 тыс или подстава такая вилсакома может действительно сын такой пап ну давай ну сделай ссылочку пусть ко мне там друзья добавятся все остальное они такие вот зашибись есть канал сейчас мы на нем подъедем давай-ка ребята бля и закинули эту рекламу и все кинулись вилсаком он такой бля мама не мама 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 че случилось юлипали блин у меня полмиллиона подписчиков за один день такого не бывало никогда такой ну да и такое вы все же будут сейчас меня продажным называть на ничего хамаки хамаки мне помогут еще валюты ну наверное они просто большие фанаты вилсакома не потому что это банальная реклама меня поражает с какой охотой люди действительно пошли и за эти нищие ничего не стоящие копейки стали смотреть видос вилсакома подписываться на него ставить лайки хотя это даже не требовалось изначально я начал задумываться а что если у каждого блогера будет вот такое вот приложение в которое он будет вызывать людей и блин а зашибись было да если б на батя тесте было таким заходили батя какой ты классный блин мы посмотрели видео до конца вот тебе скриншот дай-ка нам своих батя коинов каких-нибудь и тупу бля ну да конечно у меня же уже 10 миллионов у меня интеграция бля по ляму на видео поэтому пожалуйста ребята собирайте скоро эти батя коины станут одними из лучших в мире но в мире наверно я загнул ну по крайней мере и в котором не задание по просмотру его видосов за определенную валюту не кажется ли вам что это буквально является покупкой просмотров нет серьезно что-то подобное должно быть запрещено правилами ютуба потому что но если у каждого будет что-то подобное и каждый будет этот подобным образом накручивать все просмотры и при этом причем у ютуба есть четко прослеживание этой всей фигни когда человек значит использует канал для какой-то мотивации других каких-то действий это не рекламы а именно вынуждает человека что-то сделать то есть прям ставить такие рамки перед выбором очень серьезным это запрещено ютубом интересно как велся ком со своими 10 миллионами но вы знаете тому же youtube по моему по барабану что здесь происходит может они сами там сидят будет попадать в тренды то какой смысл в этом ютубе в принципе с его алгоритмами youtube просто станет очередным рассадником крипто рака который преследует весь интернет последние годы я считаю что подобные вещи сильно дискредитируют крипто рынок как таковой когда на нем есть нормальные трейдеры и люди использующие крипту для безопасных переводов денег за границей например а люди смотрят на все что происходит в интернете и думаешь что крипто это только игр для детей мемкоины от блогеров созданные с целью обогащения нормально мемкоины вот да батя тестит мемкоин батя коин ну чё но тема то самое интересное как эти картинки тефти появились и все остальное такое она непонятно но интересно это новое веяние какое-то но по моему мнению это все тоже пирамидные дела все потому что не вложив денег ты керчо получишь ну а мы получается просто-напросто конченые дураки те которые клюем причем и я в том числе самый наверное скептический который относится ко всем вот этим вещам я тоже надеюсь на это чудо и бывало попадал но в общем да бог миловал но я не исключение не исключение абсолютно как и вы поэтому на опыте уже мудрости и вот этой вот стабильности и брутальности фундаментальности которые я держусь во всех вот этих вот отношениях я буду вам просто-напросто давать советы которые прислушайтесь я вас просто умоляю мальные серьезные люди знают что все это полная шляпа и представляет собой лишь микродолю реального кредора еще серьезные люди для операции обмена скрипта используют без ч а вот и есть хуй до копейки извиняюсь за выражение не хотел ругаться пришлось ругаться и вот он блогер начинает рекламировать какую-то шляпу я не знаю я не раз ее видел вот эту рекламу в других видосах не связанных там ни с коинами ни с какими ни с чем для меня все это до сих пор непонятно но мы это обсудим вот сейчас вот выслушаю чем хочет сказать то что велсаком продажный и то что на просмотрах делает вот эту рекламу ну в общем-то это бесплатный агрегатор обменников электронных денег валют крипты и кэша ничего не мешало и васчинж сильно следит сходу или просто вопрос по обмену пишите поддержку сервиса они всегда помогают решить ситуацию в общем сервис рекомендую переходите по ссылке в описании пользуйтесь на здоровье игра в телеграме да в боте где должен тыкать в экран собирать какие-то монеты и ты какого-то хомяка там развиваешь да тебе не кажется что ты сам как хомяк в этот момент нет знаешь тему побрить хомячков так побрить хомячков так ну про тонкоин слышали я тоже краем уха слышал стоит такой мимо проходит я просто сожалеваю блин сожалею о том когда вот биткойн только вышел просто на рофле не купил бы там 10 битков этих засущие копейки где бы они лежали но я бы хер бы вспомнил тот компьютер на котором бы я купил эти биткоины а этот же зараза не съесть блять хитрый блять глазки какие хитрючи да и малому то малому тому же лучше тому парень давай ты же был соком ян или джуниор да будешь продолжение но и вы можете спросить меня окей а возможно велся ком просто действительно хотел поделиться таким приложением и возможно действительно его сын попросил оставить на себя реферальную ссылку и тут я могу отметить очень забавная деталь что уведомление о том что стоит посмотреть видео вилсаком из валюту в самом приложении появилась буквально одновременно с выходом видео то есть все понятно ребят ну чего врать друг другу да чего вот это пополнять постоянно и вот этому соли странно было бы если бы на какой-то вот такой теме digital я вилсаком не хайпанул бы да или там другие каналы какие-то которые тоже видимо рекламу них есть но они не такие известны и чтобы проник там говорить и размусоливать в самое важное время когда просмотры максимально бустят видос и такие вещи обговариваются сильно заранее но не в самом видео не в описании я не смог найти какие-то указания на то что это действительно реклама как мне кажется факт того что это реклама в принципе немножко скрывается для этого и нужна вся эта легенда сыном который показал приложение и попросил оставить ссылку в описании ну и чтобы подтвердить теорию касательно того что все эти просмотры просто накручены через данное приложение можете зайти в комментарии посмотреть что там пишут кто зашел сюда чтобы получить 100к тоже зашли за 100к красавчики чисто дохера в миллионов монет но все равно пришел за 100к посмотри спалили ночью спалили там у них юристы такие которые знают чё с этим делать и поэтому все это такая 30 видео из интереса нет посмотреть видео за 100к в хамстере до господи как же это жалко ну серьезно велсаком и понимаю что просмотры нынче низкий но вот это серьезное вы тратите свое время и если эта вся история просмотры очень низкий ну пипец очень низкий ниже наверно чем на канале дед и сорок семь хотя подписчиков прилично да у него выйдет на биржу произойдет листинг то вы сможете заработать с этого денег not coin который случился когда там в начале этого года если я ничего не путаю говорят что за этим стояла команда тона на базе тона это значит павел дуров и телеграм и так вспоминаем всю эту тему а когда как солнечек спрашивает о паше но скажите сколько вы тратите на рекламу дыру 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 долларс бля ни копейки я не трачу никаких денег мы просто на самом моем уме на всем вот вам пожалуйста тонны вышли криптовалюта которая там развивалась тоже какая-то сказочная была надо было тапать по экрану типа скучно все это было и появился вот этот хомяк да и но тут вот все и потом вот этот какой-то лизинг блять листинг прошел да но мы знаем это слово что там листали и вот это вот виртуальная валюта она превратилась уже валюту электронную которую стали покупать на биржах да и продавать собственно говоря в этих биржах то есть вот такой ход требовал огромных вложений то есть люди которые этим хомяком занимаются видимо имеют серьезные как бы ресурсы и опять же так как владелец паша дура всего этого а вот эти тапани и все остальное это очень энергозатратные и люди которые они занимают там трафика пипец сколько какие сервера где должны быть непонятно то паша дуров конечно же даже если он не там но он вдоль и это сто процентов я не удивлюсь если за этим стоят примерно те же самые люди и там тоже павел дуров где-то рядом блин гайз я уже соскучился по великолепным просто вкуснейшим манипуляциям вилсакома в его рекламе окей я посмотрел многие видео на эту тему и вся эта штука с но я посмотрел так ну что видимо и ростелеком подвисает из-за трафика который не выдерживает просто напросто всех этих тыканей поэтому вот так прерываемся и про дурова в продолжении про эту команду и про все остальное мы то что поговорили и наверное все каналы про это говорят я три видео посмотрел и все одно и то же все одно и то же все одно и то же это плохо альтернатива никто не придумал а я придумал альтернативу досмотрите до конца и вы узнаете альтернативный коин от бати и мне еще должны будут заплатить если возьмут автор авторские потому что ну блять тема классная реально классно я вам говорю она реально классная тема но потому что вы знаете not coin взлетит к за это техническое задание которое дают рекламодателю ну или работодатели людям то есть он выполняет альтернативой он по легенде создавался самим телеграмом и соответственно вилсаком хоть и не утверждает что вот это вот новая штука делала степи же самыми людьми но он почему-то уверен что так оно и есть и зритель подумает что но вот та штука была успешно и взлетела значит и вот это вот взлетит обязательно потому что выводов делать может можно очень много и как как мы будем смотреть на вас дорогие зрители когда вот эта мошенническая схема превратится в легальный какой-то там криптовалютный бизнес мы и сказать чё вы гнали блять я блять я уже нафармил там столько а вы суки почему вы так вам тоже заплатили бля специально чтобы мы бля подсели чуть-чуть бля отстели от стали бля и все у нас перегорело все сгорело бля ребята это ваше дело хотите тратить свое время ебашьте бля сколько улезет хоть мозоли у вас на всех пальцах будут бля херячьте бля но думайте самое дорогое что есть в этой жизни это наше время бля и про фукивать его просто напросто попусту так я думаю это были просто кощунство это же буквально те же самые люди так и работает реклама дорогие друзья я тебе просто нужно ассоциироваться и сравнивать себя с чем-то успешным и говорить что ты тоже станешь чем-то успешным я пошел поиск ютуба чтобы найти больше информации обо всей этой движухи и обнаружил то что многие кто очень сильно делает контент по данной теме это ютуберы с весьма зашкваренной за последние годы репутации спасибо большое зашкваренная репутация самый искренний самый откровенный канал батя тестит елы-палы все вся искренность здесь вся душа все бой блин моя и не только моя дядя хаси тоже и поэтому неудивительно что до велосокома я в принципе никогда об этом не слышал но просто из каждого утюга кричат о том что вот помните not coin взлетел а его делал дуров и дуров он возможно наверное каким-то образом связанного с этой новой штукой вот тебе и образ вот тебе икона вот тебе искусственный интеллект павел дуров и действительно мы видим непотопляемое такое элемент какой-то который везде выкручивается везде что-то находит новое это новое ему приносит деньги и вот как ну покажите мне кто а вон дуров бля у него актив да у него актив и он заработал на этом счет появится статья 300 миллиардов и дал заработать другим 800 миллиардов долларов это звучит как банальное шарлатанство игра на чувствах утраченной прибыли да действительно not coin неожиданно взлетел многие подняли на этом деньги и теперь те кто раньше не верил внезапно во все это поверили начали кликать смотреть видосы велосокома буквально бесплатно сильной верой в то что однажды они проснутся миллиардерами но по факту все они просто люди которые не успели даже в последний вагон not coin и теперь согласились ехать на маршрутке да наверное у всех такое было ощущение что когда чё-то вот так стрельнет и ты сидишь такое такое ощущение что ты чё-то профухал такой надо было как будто бы ты покупал чё-то когда бля надо было купить час бы я сидел и не думал не колупался бы с этими кнопочками не рассказывал бы тут какие-то истории какой я дурак почему я не вложил туда деньги это никогда не вкладывал не вложил бы точно но это бывает ребят не сыты мы не вы одни такие большинство такие это не факт что до их куда-то довезет прекрасной демонстрации является вот этот коммент в котором чувак говорит что понятное дело хомяк это лохотрон ему отвечают что я также и про not coin думал а что в итоге то есть у нас здесь на лицо действительно страх утерянной прибыли ведь все мы знаем что если что-то было успешным и люди на это не успели то они с огромной вероятностью пойдут на что-то похожее если им скажут что это буквально то же самое почему вообще биржам интересно на чем все зарабатывают на том что вы приводит эти игры приводит аудиторию и собственно простейшая конструкция ну вот приводит аудиторию наглядный пример полмиллиона я надеюсь через 12 часов на канале батя тестит будет при прибыток тоже полмиллиона ребята спасибо вам большое что вытащили просто-напросто канал из трясины я вот заиграю в хомяка меня заиграю если сейчас подписано пойдет и сделаю видос отдельно а если не пойдет не заиграю хотя кто знает руки чешутся для чего вот непонятно десятки миллионов идут на биржу в попытке обналичить свои монеты соответственно биржи готовы за это платить часть денег идет действительно в обеспечение этой самой монеты в начале какие-то люди все продают другие люди что-то скупают потому что они знают что в момент сын такой по хренам сидит это как мои детки то же самое и канал детки давайте мои любимые родники развивайтесь и это тоже батя сидит у тебя же в руках бля такое будущее по кренам он тыкает этого хомяка ой но не только он сейчас сначала летит потом падает потом коррекция потом снова вверх-вниз собственно сейчас этот ноткоин хотя казалось бы пик прошел они сейчас имеют чуть ли не самую высокую капитализацию по монете вот уже пошел ход коин или как ноткоин это да погнал он уже его форсить чуть-чуть но форси да он же рассказывает прямо сейчас то есть из игры это превращается уже действительно в криптовалюты в механизм и как будто бы люди знающие вот так вот продолжают все это дело развивать знаете вся эта сфера инвестирования крипты инвестирования и прочего она выглядит довольно жалко когда этим занимаются люди которые абсолютно в этом ничего не понимают но при этом яростно отстаивают вот эту вот свою штуку говоря что она точно у них выгорит просто я помню как сидел в инвестициях и там происходило примерно то же самое это буквально секта какая-то люди секта какая-то он говорит про них но сам сидел и сам сидит до сих пор она секторе остается сколько людей сейчас молодых сколько занимается этим делом и до за этим будущее спору нет но это такое туманное будущее и вообще непонятны так что особо блин ну держите себя в руках еще раз эта поговорка звучала и звучит наверное подобных видео все бесплатный сыр только в мышеловке если предполагается какое-то вложение во что-то проверенное ну там можно попробовать опробовать хотя бы чуть проехать где-то по верхушкам было уже такое с акциями остались только стойки я помню только опять же ленивый не играл не покупал эти акции на бирже где бля он работяга бля на стройке он покупает акции продает и агурет чё там да там он весь каблин петька лям блин короче заработал и все этот эфемерный петька и все остальные где они бля сейчас покажите их единицы сущий религиозно верили в то что вот это вот в то во что они вложились однако полетит до небес и да в данном конкретном случае с вас не требует денег вы можете делать это все бесплатно но при этом на бесплатно натыкивать бесплатно просто натыкивать трафик майнинг до майнинг я не знаю на первое что пришло в голову это вот майнинг да все эти видео но фирмы вот эти которые там используют трафик выполняет какие-то задачи но здесь какие задачи здесь использование трафика здесь можно говорить что договорились глобальным интернетом на потребление интернет ресурса бля этот слюмак и там свой процент и без всяких видеокарт вы используете свои мобилочки все и на этих мобилочках фармите бля толстопузом еще больше больше денег а это ощущение такой ну ладно потерял я там час-два потерял я три день-два месяц два месяца но я же ничего не заплатил ты бля кусок своей жизни отдал бля ты мог бы купить за 100 рублей какой-то лотерею бля и выиграть бля 10 миллионов опять же все это относительно достаточно по большому счету ну здесь вот просто-напросто а сколько бля дети потеряли знаний а сколько нервов потеряли родители которые достучаться до них не может а бессонные ночи мне а болезни сопряжимые с нервами какими-то и да вот этими бессонными ночами ну это же все скобом получается что это просто вред и ад блин и извините меня и вы можете меня даже заплевать если все плюнуть я утону в этой слюне которые сейчас будут злиться и горит и локт и ничего не знаешь но кто будет смеяться последним это вопрос а вас зарабатывается деньги предлагаю посмотреть видос вилсакома давая вам какую-то валюта которая может будет а может и не будет ничего стоить то есть сами посудите насколько это гениально они собрали армию хомяков которых кормят буквально воздухом и ютуберы могут давать им деньги чтобы эти хомяки допустим под выход какого-то видоса пошли и запустили его просмотры и все что нужно делать это просто кормить этих хомяков обещаниями что все что у них есть когда-нибудь будет стоить реальных денег как и так картинка такая первое что у меня на ум вообще приходит это полностью практически дублированное изображение бурундуков из знаменитого фильма кельвин или как-то там и бурон дурки бурон дуки помните на три смешных бурундучка которые там пели все эти мемы вот классный фильм и это первая замануха была знакомый образ не просто там хомячок какой-то знаете там прикалеченный смешной а здесь вот прям хомяк хомяком вот тот который на телеке был и ты еще может что-то потыкать ну и почему бы не пригласить профессиональных сценаристов почему бы не написать какую-то историю почему говорить что это что-то похоже на тамагочи только этого тамагочи в общем то не надо за ним сильно ухаживать всего лишь несколько действий в час и прочее развиваем тему авторские права на канале батя тесте так что обращайтесь или хотите возьму недорого 10 процентов от на выручки всего шучу конечно мне и пяти хватит да мне хватит и пол процента от того что вы заработаете и так принцип такой а зачем просто тыкать в хомячка когда можно интенсивно надрачивать ему кое-что да это же смешнее было бы то есть хомячок и ты его пальчиком все это делаешь и чем больше ты быстрее это делаешь тем больше хомячок возбуждается и тем больше он производит соответственно сперматозоидов скажем так да чем больше они превращаются в монету эта монета растет чем больше ты это делаешь больше монеты опять же подключаем другой ресурс подключаем ресурс того что организм не вечный должно потребление вот эти понятки которые заработали на сперме можно вложить сметану который можно этого хомячка покормить и тут уже будет воспроизводство до этой жидкости и погнали так это уже тема интересная на тут уже тема игры такая а зачем же заходить примеру каждый час и постоянно что-то там возобновлять потому что если это профукал можно сделать что у него произошла к примеру непроизвольное семеизвержение так называемая полюция и у тебя определенные монетки сгорели ну прикольно же не просто ты зашел а он у тебя там прикис этот хомячок а ты зашел и такой профукал ага появилось больше деньги можно и подружку ему время от времени значит находить которая на протяжении трех часов бы занимала его а вы просто пальчиком подталкивали бы и он в фрикционных движениях делал бы соите и производил вот это а почему бы хомячка для мужчины не сделать хомячок мужчина для женщин женщин и соответственно на этом фоне развивать персонажей ну это было бы круто а когда у тебя появилось еще больше и ты статус мега хомячка за дроча до дрочкоин зарабатывать вот и ты можешь уже пригласить друзей и это уже не любовная парочка это целая шведская семья которые друзья которые помогают тебе заработать эти значит дрочкоин а смотрите какая тема это же не просто так это просто я думаю сейчас просто представьте что все кто сейчас сидит и вот это тыкает в хомячка что они этому хомячку надрачивают и приносят прибыль сильный мира сего и с улыбкой и с радостью надеяться на то что им прилетят какие-то эфемерные вот эти деньги мало того вы посмотрите в них играют дети которые никогда не зарегистрируются ни на какой бирже никогда они не получат никакие деньги представьте что все вот это нафармена все это наделано просто осядет где-то тем паче никто не знает кто автор предъявить никому невозможно не в любой момент могут посадить это приложение убрать и сделать все что угодно и все ваше потраченное время пойдет чертовой матери а так если по моему сценарию ну хотя бы поиграли в какую-то такое анималистическую игру забавную связанную с размножением животных до натуралистический какой-то интерес такой ну что такое но почему бы и нет и от представьте что вилсон сидит и он потихонечку и тут там у него все в порядке а в конце концов можно потом чтобы продлить процесс оформления можно и виагру какой-нибудь хомячку но уже устает а так все будет гораздо больше ну вот смотрите как а так же веселее обсуждать веселее как говорится если что-то бесплатно то значит товар это ты и что лично меня ну не бесит но скорее раздражает больше всего это то что вилсаком во все это впутал ребенка своего сына и окей я не против того чтобы вилсаком хоть казино рекламировал но впутывать в это ребенка не очень красиво и я с какой-то страны даже это осуждаю и я понимаю с какой целью это сделано потому что эта штука целится и в детскую аудиторию потому что до дети не могут нормально зарегистрироваться на каких-то крипто площадках но зато они могут прекрасно существовать в этом приложении формить валюту хвастаться в школе и также они являются отличной силой для опять же бусты каких-то видосов на ютубе или другой рекламы которую продает эта штук то есть вот пожалуйста да искусственная фигня ну то есть все это прозрач не один я до этого своим каким-то мозгом дошел у всех блогеров по-видимому такая же тема и идея есть то есть это просто материал который дает основу для зарабатывания денег вот вот этим вот крутолеем в медиапространстве уже куда блин они уже эти айфоны дарят чудо вы представляете какой там оборот и вот это действительно мерзко на самом деле каждый раз когда я пытался говорить об этом меня парировали тем что но это же бесплатно это же просто ну типа игра прикольная господи как же я ненавижу крипто сосов прикол в том что ты добываешь монету качаешь свой уровень и когда это все появится на бирже ты сможешь из этого получить какие-то деньги и вот почему они пытаются привлечь во все это столько детей дело в том что дети накопив огромное количество валюты когда она все-таки появится на биржах не смогут ее продать потому что они банально не смогут зарегистрироваться на этой бирже это все с 18 лет то же самое касается 40 50 и 60-летних бумеров которых привлекают их дети по реферальной системе там это мы и я вам скажу что предложение мне прилетала но я на него не пошел вот это это про нас про наш возраст может она в этой игре никак не продвинуться если ты не будешь привлекать новых игроков и эти люди банально не знающие как работает крипто рынок не разберутся и просто скорее всего забьют и забудут что они в принципе какая-то валюта была но возвращаемся к детям благодаря тому что у них много времени они играют в это постоянно они постоянно клянчит у других чтобы они переходили по реферальным ссылкам поэтому именно у детской аудитории будет огромный процент общей валюты а из-за того что они не смогут ее продать они банально не смогут ее обвалить то есть дети в этой схеме используются не только вот она где-то засядет и будет лежать и делать дефицит до абсолютный другой вопрос они подрастут и потом что будет но я думаю это все останется блин не буду забегать как бесплатный маркетинг в котором эти бедолаги бегают по интернету и просят всех переходить по реферальным ссылкам так еще и как подушка безопасности для валюты да как же круто что мы заманиваем детей в крипто схемы самого раннего возраста вот для каких детей потому что на основе взрослых мы тоже дети я вам скажу мало того я знаю такую историю что люди владеющие серьезным бизнесом прям серьезным который приносит нормальный доход постоянный они наверное компьютер видят только на работе они сука тоже в них сидят они тоже в этих хомяках сидят и тоже тыкают в надежде на что на надежде на интерес или на то что ну вот наша авось она вот никуда да и у меня в реальной руки чешутся тоже что такое сделать я поняла вдруг я дурак такой да а потом такой скажу я смеялся тут на экран говорил что ребята не надо потом и опен сдул блин ёлы-паны я же мог быстренько сделать и пусть это не сексуальное какое-то там прикосновение хомячку а вот просто такое тактильное к экрану да но все таки блин чё это такое вот это веселье ну ладно я не какой-то морал факт меня просто раздражает вся эта движуха если честно давайте вернемся к велосокому а прикол крипто знаешь почему потому что используется криптография для обеспечения безопасности транзакций а что такое блокчейн знаешь что такое блокчейн не знаю блокчейн это распределенный реестр который хранит все транзакции совершенные в сети криптовалюты виде вообще вся до этой системы и до сих пор понять не могу кто обеспечивает гарант каким образом где эти деньги хранятся кто ими владеет кто ими распоряжается каким образом они выделяют какие там свидетели что там не рассказывали но так что если кто-то подробно знает скажите надо во всем ну как бы знать последовательных блоков я кстати все эти вопросы спросил у нейросети прикинь вообще вообще так а что такое биткоин реглама на велосокоме отлично у нейросети спросил нейросеть никогда не доработается как не крути как не выкручивай она использует материалы человека причем не всегда операторы которые заполняют это нейросеть адекватные если что да ну по сути да это наиболее известная первая монета появилась в 2009 году создал ее как говорят сатоши накамото окей вы сейчас спросите а зачем велосоком рассказывает такую вообще базовую информацию которую знает любой более-менее современный человек но да более-менее современный человек всех опустил я современный человек ну и что я на самокате ни разу не катался на достаточно современный человек алё 47 не опускай потому что видимо сам 47 тыкает сидит я вас уверяю в этого хомяка и сейчас он нам рассказывает а блять одной рукой тыкать потому что в экране то мы его не видим а я вот пожалуйста видите вот он мобильничек ничего не тыкаю записываю видосик для вас потому что но опять же как мне кажется это во первых тезе а во вторых целью стояла завоевать максимально массового и тупого потребителя но то есть зрителя канала вилсаком в общем и целом да красиво да то есть тупой зритель это и я тоже чувак опускает всех ты не думаешь что твой рухнет канал что сейчас отпишутся от тебя десятки тысяч как там от канала батя тестит в конце концов да это те же самые дети и бомберы которые абсолютно не шарят ни за криптовалюты ни за что проще а просто дать им игру в которой они будут играть и как будто бы что-то в будущем зарабатывать забавно что все это вилсаком реально читал с телефона потому что он никогда бы не смог это все самостоятельно объяснить да кстати как вы думаете упомянет ли вилсаком еще раз ноткоин чтобы подчеркнуть что вот это вот новая штука тоже будет успешно да он еще раз упомянул ноткоин по сути когда ты нажимаешь на хомяка ты майнишь ну тоже какую-то монету пускай она сейчас и не обеспечена ничем маячем она будет очень и очень востребована скорее всего потому что буквально на днях я нарвался вот на такую статью рбк и там написано что ноткоин сегодня это какие-то миллиарды денег все биржи в восторг ну все купленный ну и купленный но и мы дураки посмотрели ну и мы в курсе с одной стороны ну где даже надо это узнавать да то появится какой-нибудь такой и у меня к вам есть предложение на закрытых чатах там где-то телеграмма появилась новая новый ресурс который вам точно поможет я понимаю что вы ничего в этом не понимаете на им расскажу только для вас поэтому лучше посмотреть то есть а если как это предупрежден значит вооружен спасибо вилсакому что на таком вот говняном рекламном этом показал я бы не знал если бы не посмотрел честное слово сейчас знаю главное не заразить от того что там происходит окей я возможно глупый норме с которой ничего не понимает но пожалуйста объясните мне а при чем тут ноткоин почему он постоянно приводит ноткоин как пример успеха и что вот эта штука тоже будет успешной и такое со всеми эти сектанты реально постоянно говорят что вот ноткоин был успешен поэтому мы вкладываемся вот в это типа гайс ваш поезд уже ушел вы просто неудачники мне еще понравился этот момент когда вилсаком без сценария говорит что но вот сейчас хамстер ничем не обеспечен но вот потом и он просто зависает на какое-то время но вот потом наверное у него будет какая-то ценность чем вообще интерес да в том что в хомяка сейчас играет что-то порядка там уже ну еще недавно было 50 миллионов я думаю что сейчас еще в чем это всемирный прикол то есть не только россия но и очень другие страны какие-то страшные цифры на ютубе страшные цифры в телеграме там 25 миллионов подписчиков было как я последний раз проверял и конечно это охренеть что происходит еще одна классическая манипуляция которая используется в рекламе буквально каждого мобильного дерьма это то что уже 25 миллионов игроков вот это да если много играет значит это что-то хорошее это определенно не просто толпа бомжей которые не успели в ноткоин и пытаются заработать хоть какие-то копейки рассчитывая на то что они будут богатыми на самом деле очень сильно взгляну тоже надменность такая по большому счету все мы хотим и ты тоже хочешь и наверняка и зарабатываешь и никто тебе не говорит что ты зарабатываешь на чем-то на ком другой вопрос когда это все перерастет в обозлобленную какую-нибудь такую что тебе надо будет обязательно как во всех этих схемах мошеннических что-то докупить что-то прикупить что-то заплатить для того чтобы ввести или вывести какие-то комиссии там или прочее и вот здесь начнется самое интересное пока это действительно игра которая но кроме интереса какого-то ничего не вызывает как собственно говоря и все эти казинохи и всякая остальная ебатория которые вообще полну бля который в принципе ты можешь и выиграть и принципе ты можешь и проиграть по большому счету можешь есть вероятность наверняка ну бля не существовали бы они столько не было людей на которых можно было пальцем ну а так посмотрю интересно чем это все закончится потому что рост бешеный я так понял что еще даже не вышли на плато то есть они прям растут изо дня в день и уже я даже сейчас придя в эту тему спустя неделю еще как бы не запрыгнул в последний вагон такой подождите а причем помните мы с вами и доги коины которые илон маск форс а вот это уже херня вот это самое главное самое поганая блядь вилсаком ну елы-палы вот это вот ебатория ты на авторитете на своем сейчас людям говоришь что я еще не прыгнул то есть вы тоже вместе со мной если прыгнуть сейчас все у нас все получится то есть он уже утверждать это утверждение а это вот прям прямая реклама и принуждением это вот это уже мошеннический ход вот прям конкретно то есть он на авторитете на таком своем блядь ну я же вам все обзоры айфона всем вам показывал рассказывал про айфона си сяомич маоми самсунги все раскрывал всем вам дарил денег у меня много мне это не надо но вот вы смотрите а потом будете жалеть а вы и на меня еще пьянят что а почему ты нам не сказал так вот я вам говорю что я впрыгнул последний вагон и вы со мной можете еще это сделать блять ребята не слушайте пипец но это я понимаю что злобы какой-то там внутри нет это техническая абсолютно вот это не так которая ну они там уже морали там не присутствует все везде помните сыр как у рокфора кстати он похож на этого рокфора когда только сыр видел и это тоже когда видят бабки видимо у него сыр я покупал и мне все говорили что дурак какие-то гикоины оказалась выгодная хрень внезапно и прочее прочее в общем соединить криптовалюту с простейшей игровой механикой то есть мы прекрасно понимаем вы должны понимать сейчас развеется дым что в любую крипту если она более-менее если ты вложишь охрененные деньги на фоне того что какой-то маленький процент ты все равно заработаешь но этот маленький процент на фоне основного нового какого-то вклада он будет достаточно приличным ну для обычного человека на каких-то статам рубляк семиста там тысячи десяти тысячах ста тысячах ты нихера не заработаешь даже на миллионе поэтому вот так и если ты вложил туда сука блять 100 лямов примеру бы ну тебе куда бедно мальчику блять на безбедное там обучение в где-нибудь за границей в оксфорде до обеспечено вот и все но вот зачем вот это пиздеть людям обычным пойду я сейчас 500 рублей блять куплю 0 0 0 0 0 0 0 не знаю сколько нулей биткоина блять и буду ждать когда он стартанет блять их миллиард блять и я встану богатым казалось охренеть как выгодно и я думаю что это только начало вот все что мы сейчас видим и до этого not coin и до этого степан и сейчас hamster kombat и прочее прочее то только-только вообще вас я рассказал в самом начале пути окей под конец вилсаком правило растону во первых сказав что блин это возможно последний шанс последний вагон пацаны и затем снова сказал про not coin и прочие успешные проекты которые были ранее что у вас была ассоциация с чем-то хорошим но по факту мы просто можем видеть как вилсаком пробил очередное дно ради просмотров ради денег и я я не знаю ради того чтобы быть на первом месте в трендах наверное но это создает отвратительный прецедент когда мейнстримный ютубер может на форме таким образом просмотр и действительно попасть на первое место в тренды и я думаю что это не пас а если не мейнстримный ютубер базе тестит в тренды вперед новый биткоин как назовем его сперма коэн сперма коэн или дрочь коэн сперма коэн сперм коэн вот так будет прикольней да так что по если появится бля вы пишите обязательно я но я обязательно прослежу последний раз когда мы видим да и что на самом деле довольно сильно пугает зачем накручивать просмотры подписчиков через страны третьего мира когда можно связаться с подобным проектом и в сотрудничестве на фармить миллионы нативных просмотров от настоящих людей которые просто зарабатываются этого микрокопейку я считаю что подобное должно быть как минимум запрещено на этой платформе плюс мне не очень нравится масштабное использование детей во всей этой схеме которым это все подается как веселая игра где ты кликаешь у тебя хомяк растет но опять же за подобным должны следить скорее их родители короче как всегда все что связано с крипто это просто мерзкая кринжатина который даже палкой не хочется прикасаться и он же тут рассказывает про какой-то ресурс где можно обменять криптовалюты все там по честному и давайте и про какую честность мы говорим а я вам скажу если мне на платили рекламу какого-нибудь такого ченджера да я бы с удовольствием ее сделал ну а как деньги не пахнут ребят чё поделаешь крипто действительно может быть полезным инструментом в переводе денег или если вы действительно нормальный трейдер который понимает что он делает но все эти мем коины все эти крипто игры ну такая хрень но серьезная не тратя на это свое время и лучше поиграть в какие-нибудь нормальные игры дорогие друзья ну а на этом наверное все спасибо большое что смотрели оставлять свое мнение в комментариях и также будут безумно благодарен если подпишетесь на канал и поставить лайк а в описании можете перейти по ссылкам в контакте в дискорд и в телеграм чтобы стать частью нашего геймерского комьюнити ну а так всем пока лайк поставил лайк поставил ничего не скажешь надо было поставить мы попользовались спасибо большое за информацию ну вот в принципе ничего нового из других видосов я узнал много нового да и но у меня старший он как бы в теме не в теме тоже у него там знакомый плавает и там все вот кто деньги они же получают за дальнобои все эти которые плавания заграничные они вкладывают в эту валюту он горит эта тема блин я знаю это мой друг он все там а мне кажется в основе своей все вот это привлечение к чему-то новому это просто на нас испытывают неудачники то что ну вот если он хочет кто-то привлечь там давай туда-сюда он просто или сам проебался уже один раз очень сильно и не хочет оставаться один в дураках или просто хочет на тебе проверить как же это будет или просто приобретают новую ступеньку пирамиде себе да и таким образом поднимая себя ни один человек который бы фармил делал бы бешеные деньги никогда бы не делился это с другими даже самый честный порядочный человек все равно чувство собственности это есть и бля если он достиг это он такой бля они ну это же я сам я сам этого добился никому не расскажу и это абсолютно нормально чувство собственности а когда люди искренне тебя ведут туда что-то показывают рассказывают как это делать давай вот сюда вот а здесь вы есть а я тебя помогу верификации я тебе покажу как там лицо поворачивать как это все я просто знаю вот проблемы были тоже у знакомого человека ну вот с этим и как бы слышал краем глаза думаю блять ну да интересно так что все это грандиозное нагребалово если это кто-то и получит с этого выгоду только основатели отцы всех вот этих zero все чисто все честно все прозрачно и единовластные владели телеграм в любой момент может этот телеграм положить и развести руки и сказать это был всего лишь мессенджер ребята это не были кошельки криптовалюты это не были какие-то площадки для переводов всего остального это вы просто там общались а я не знаю чего там делали а то чего у вас пропала и связи пропала с тем куда вы деньги вкладывали ребята сорян для мир такой жизнь зла полюбишь и козла так что мое заключение такое танчи интересная тема вот в развитии кто делает там для блогеров наверное интересно вот это интересно может для детей которые реально там тыкают надо посмотреть у малой чтобы у нее такого не было пусть тыкает по большому счету если ей все равно что не проследишь да потом росту папа мама у нас есть деньги на квартиру но вам желаю лучше занять это время чем-то другим сходить в кино почитать умную книгу или сходить в музей но все на этом видео закончилось вот такое оно коротенькое непонятное наибудь и глазом не моргнут вот такой мой сказ но все всем чао пока подписывайтесь на телеграм-канал на бусти там все реакции есть вот буквально открыл недавно все реакции на честер и небро в открытом доступе на бусти смотрите в телеграме расписание стримов и прочая веселая фигня ну а веселая фигня как же без нее если вы в этого хомячка тыкаете обязательно в телеграм зайдете чао всем мирного неба над головой живите долго и пусть поутру вас будет только хорошие вести с вами был бородатый мотоцикл и канал батя тестит чао ребята пока пойдут тыкать 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 тыкайте для датыкаетесь а это же бля суставы и они же могут там что-то стереться блин это что же больно пока